Внешний вид, в том числе густота веток и их расположение, то на что обращают внимание покупатели елок в первую очередь, рассказывают продавцы. Потом уже люди оценивают высоту дерева и его стоимость. Средняя цена зеленой красавицы по сравнению с прошлым годом особо не изменилась, но на отдельных точках ценовой разбег приличный. Например, вот такие елки будут стоить от 1000 рублей и, соответственно, если ель выше и пышнее, то цена будет тоже дороже доходить до 5000 рублей. Но может и больше. Так, на одной из точек на проспекте Красноармейском продавали ели и по 7000 рублей, но такие скорее берут не для жилых, а административных помещений в школы, больницы или детские дома. Правда, покупатели в этом году, сетую торговцы, пока не слишком активны. С года в год смотришь, в том году, допустим, на вчерашний день с этой точки ушло 20 елок, а вчера 7. Ну, то есть год назад была торговля лучше и выходные лучше. К слову, зеленые красавицы все не местные, родом из Томска, Кемерово, Тогульского района и Черыша. Именно оттуда привозят в Барнаул большую часть елей и пихт. Самые пышные, как правило, из Кузбасса, с короткими иголками и смешанного леса, что растет в горной местности. В общем, выбор на любой вкус и кошелек. География мест продаж тоже обширная. Так, в Барнауле елочные базары расположились в 57 точках. В железнодорожном районе 7 мест, в Ленинском 5, в Центральном 9 и 2 в Октябрьском. Больше всего елочных базаров открылось в самом густонаселенном индустриальном районе. Их там 25. И продавцы надеются, что покупатели еще активизируются. Но говорят, что в последнее время с каждым годом наблюдается одна тенденция. Живые деревья уступают место искусственным. Последним отдают предпочтение даже сами торговцы. Но остаются еще и любители именно лесных красавиц. Их выбирают за натуральность и запах. У меня у самого уже лет 7, наверное, искусственная. Я не знаю. Почему? Даже на год мусора много. Живую. А почему именно живая? Ну, потому что любим живую елку. Она пахнет вообще красивая. Искусственная. А почему такую елочку ставить, а не живую? Ну, потому что надо оберегать. А то люди срубают, срубают. Нет, надо на искусственное переходить. В вопросе выбора одного из главных символов года, видимо, всегда будет два лагеря. Каждый создает свою новогоднюю атмосферу. И в этих хлопотах и в выборе есть определенная прелесть праздника. Например, я дома ставлю искусственную елку. Но у меня всегда есть настоящие веточки для атмосферы и для запаха. Давайте узнаем у моего оператора, какую елку ставит он. Саш, у тебя искусственная елка? Ну, вот у каждого свои предпочтения. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.